Добрый вечер в Украине с 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Штурм Интера. Почему заказу? Полк Азов блокировал работу телеканала. Винницкая ротация. Чем прославился новоиспеченный начальник местной полиции? Великая польская. Чего боятся поляки, задумавшие отгородиться от Украины стеной? Полсотни бойцов Азова сегодня с самого утра заблокировали работу телеканала Интер. Здание главного офиса окружили со всех сторон, забаррикадировали все двери, сотрудников на работу не пускали. Свою акцию азовцы назвали бессрочной и мирной. Тем не менее люди в Балаклавах пытались проникнуть в помещение, забрасывали здание телеканала строительным мусором, обклеили его надписями с призывами прекратить работу телеканала, после чего группа лиц забралась на крышу, затянула вывеску телеканала баннером с надписью Азов. Пол Азов это отдельный отряд спецназначения МВД, а потому неудивительно, что прибывшие на место правоохранители не препятствовали блокированию телеканала. В результате работа Интера была полностью парализована, журналисты так и не смогли выехать на съемки. Руководство телеканала расценивает эти события как попытку рейдерского захвата. И уже обратилась к президенту Петру Порошенко как гаранту Конституции Украины с просьбой защитить телеканал от давления и дать правовую оценку происходящему, поскольку своими действиями те, кто блокировал Интер, психологически давили на сотрудников телеканала. Подобное обращение руководство Интера направило и международным организациям с просьбой дать публичную оценку происходящему. И вот как ситуацию комментируют политологи и народные депутаты. К сожалению, ситуация в отношении телеканала Интера наглядно показывает о том, что мы декларируем европейские запросы, но сохраняем азиатские привычки. В данном случае происходящее сегодня вокруг Интера напоминает то ли охоту на ведьм, то ли бесчинство хунвейбинов времен культурной революции. Создают атмосферу нетерпимости, попросту стремятся создать такую базу общественной поддержки каких-то, возможно, в перспективе юридических действий против телеканала. Лишение лицензии или нечто в этом духе. Мотив может быть весьма банальным, вплоть до передела рекламного рынка. Ну, со стороны потенциальных конкурентов, имеющих крышу в депутатском корпусе Верховной Рады и следы украинского политикума. Сьогоднішні дії милицейского полка біля телекомпанії – це черговий подарунок ворогам України, який, я переконаний, будуть використовувати вони в информационной войне проти нашої країни. Це чистої води провокація, яка спрямована проти свободи слова, проти демократичних цінностей, проти найбільш рейтингового каналу України, каналу, який має найбільшу кількість глядачів. Більше того, перешкоджання діяльності журналістів, а, власне, це сьогодні відбувалося під стінами Інтера, це ще й кримінальний злочин. Думаю, якби щось подібне в Європі було, то це вже був би національний скандал, і всі посадові особи до цього причетні, самі б подали у відставку. Я проти того, щоб використовувати байонизовані чи мілітаризовані групи і в політичних цілях, не кажучи вже о бізнесових цілях, тому що за цим може стояти і продовження історії з рейдерством. Против Вінтера она давно тянеться, є желаючі поживитися. Ці следи ведуть к тем, хто давно вже хотів не просто критикувати Інтер за політичну позицію чи безінформаційну позицію, а тот, хто пытається убирати Інтер з інформаційні поляні України, і той, хто пытається с помощью такого, опять, современного рейдерства, закамуфлировано под гражданский протест, под гражданский пікет, просто решити свої бізнесові ціли. За ситуацией вокруг телеканала следять міждународні організції. Представеці лиця Організація по безпасності і сотруднічству в Європі по вопросам свобода СМІ Дуня Міятович написала у себе в Твиттері об этом, обеспокоена безпасністью журналистів Інтера в Києві і отметила в цій записі офіціальні аккаунти українських МВД і МИД. Впрочем, вони на обеспокоєнність правозащитниці в соціальних сетях не отреагували. Напомню, об угрозі свобода слова в Україні говорят і представители ще одні правозащитної організи, Amnesty International. В докладі о соблюденні прав чоловіка, опублікованному накануне, вони отметили препятствия, які в своїй роботі іспытуває телеканал Інтер. Группа від гражданського полка Азов прийшла пікетувати і київський апелляційний адмінсуд. Там рассматривали жалобу телеканала Малятка ТВ на решення о продліній ліцензії телеканала Інтер. Азовці потребували впустити своїх представітелей в зал суда. Щоб розмістити нескільки десятков пікетчиків, засідання прийшлося перенести в актовий зал. Напомню, в прошлом году Малятка ТВ, яка претендує на частоту телеканала Інтер, вже подавала іск о лишенній інтер-ліцензії, але окружний адмінсуд Києва полностью відказав в удовлетворіній искових требований. Експерты називають це очередной попыткой захвата головного телеканала країни і считають недопустимим давлением політиків на суд. Сложно представити себе американський суд или английський суд, о которых ми так любимо говорити, к чому ми стремимся, под которим демонстрація людей в масках, плакати і достаточно хамське поведення одніє з сторон. В своєму офіційному заявліній телеканал Інтер назвав сьогоднішніе события в апеляційному адмінсуді попыткою оказати влияние на суд безпрецедентним давлением на канал і призвав правоохранительні органі защитити канал і його сотрудників від давлення неприємливого для правового государства. Скандальне назначення в Винницькій області. Где засветився новоиспеченний начальник областной полиції? В чому його подозревають активисты? І є ли ответ від профільного міністерства? Подробні Олег Решетняк. В Винницькій області новоиспечений глава полиції. Антон Шевцов родом із Крима. Раньше жил со своєю сім'єю в Севастополі. С приходом русской весни он почти сразу уїхав з оккупированного полуострова. Но триколор в його душе. Говорят, остался. На цій сторінці його, коли набираєш Антон Шевцов, там все видалено, але досяг він підписаний на ці групи. Таїса Гайда, активістка Винницької общини, розповідає, як тільки з'явилася новося о назначенні Шевцова на должність голови обласної поліції, тут же почали інтересуватися його прошлим. По документам репутація білає, як цвет бумаги, говорить активістка. Але в соцсетях все ж кое-що нашли. Побачила, що він підписаний на групи. До речі, він досі не видали. На групи там, люблю, уважаю Росію, Барак Обмана, політика з Путіним. Ну, на такі ось групи. Я зробила скріншоти і написала про це, що як може людина бути очільником міліції, яка, ну, там, пише про Путіна і підписана на ці групи. 23 февраля вінницькі активісты попытались лично встретитися с главою обласної поліції. Собою вони прихватили гвоздики, украшені георгиївськими лентами. Але даже в здання поліції попасть оказалось непросто. Пришлося обстучати все двери, после чого вышли представители правоохранителей. Але нічого внятного не сказали. І вот, що вияснили активісты. Оказалось, после бегства із Крыма, Шевцов до того, як стать главою вінницької поліції, руководил отрядами тітушек во время скандальных местних выборов в Чернигові летом прошлого року. Ми попытались узнать, правда ли це у самого Шевцова. Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег Решетняк, я журналист телеканала «Интер». Хотелось би подвзять коментарий по поводу нового... Пресс-службу. Алло, алло. Пресс-службу обращайтесь, пожалуйста. А с вами нельзя пообщаться? Нет. В пресс-службе сослались на страницу в фейсбуке самого Шевцова, где он признает, что все фотографии – правда. И не собирается отказываться от своих взглядов. При этом пресс-секретарь заверила, снимки сделаны еще до русской весны. Это старые фотографии, датированные 2013 годом. Он объяснил, что его дед воевал во время Второй войны. И у сыновья на фотографиях под флагами, под которыми воевал дед. Это было еще до аннексии Крыма. У активистов на этот счет другое мнение. Парад. Было дуже жарко. И якщо ми подивимося парад в Севастополі, все люди були одягнені в шортах і футболках. А в 2014 році, коли уже окупований Крым, шел дождь, і было холодно. Люди були в куртках. То есть прекрасно видно, что цель… Ну, це його двоя сынів. Он це визнав на своей сторінці в фейсбуке. І що це його дед. Що було холодно, шел дождь, вони були в куртках. Це самооборона Крыма, яка з'явилася після окупації. Ось тут жінка з тричечки. Активисты обещают внимательно следить за деятельностью нового начальника областной полиції і все же добиться от МВД ответа. Почему в ведомстве назначают людей с такой репутацией управлять новой полицией? Олег Решетняк, Валентин Белич, Дмитрий Раскольников. Подробности – телеканал «Интер». Смягчить меру пресечения для патрульного Сергея Олейника требуют его адвокаты. Полицейского Печерский райсуд взял под стражу на два месяца. Его подозревают в умышленном убийстве пассажира БМВ. Сегодня жалобу рассматривал апелляционный суд. Как прошло это заседание, расскажет Анна Каменева. Перед началом заседания возле суда – акция в поддержку задержанного патрульного. Здесь и родственники Сергея Олейника. Говорят, после ареста с ним не виделись и не разговаривали. В СИЗО их не пускали. Сегодня первая за неделю возможность встретиться с сыном и мужем. Адвокаты требуют смягчить Олейнику меру пресечения. Отправить под домашний арест. Но к рассмотрению вопроса суд так и не дошел. Материалы судов и справы надошли только сегодня, в 12-й день. То есть суд не могла узнаемиться с материалами справа, с материалами, которые вы разглянули в суде первой инстанции. В результате суд перенесли на 2 марта. Защита подозревает, что прокуратура готовит Олейнику еще одно подозрение по событиям Майдана. Тогда он был следователем и вел дело автомайдановца. Я подписывал поведомление про подозру и клопотание про тримание под вартою. Но тогда была такая ситуация, что я не мог не выполнять или как-то ухилять от выполнения наказов. Я был не согласен с тем, что происходит в стране. Вы же сами понимаете, когда произошла революция гидности, люди отстойывали свои права. Планируется допрос по этому делу. Не исключаю о том, что как раз для усиления позиции прокуратура и, возможно, попытается получить какие-то показания. Допросит Олейника завтра. А вот почему до сих пор водитель БМВ, который в состоянии наркотического опьянения, 40 минут пытался уйти от погони, на свободе? Почему МВД, который расследует это дело, до сих пор не вручила ему даже подозрения? В министерстве кивают на прокуратуру. Прокуратура не допускала следователей национальной полиции до основных материалов справа, без каких оголосить и вручить эту подозру в законный способ было неможливо. Водителя подозревают в противодействии сотрудникам полиции. Другой эпизод наркотики, которые нашли в машине, правоохранители еще раз следуют. Но вот вручить подозрения Храпачевскому пока не удается. Не могут его найти. Напомню, 7 февраля во время погони за БМВ полицейские открыли огонь по авто, в результате чего погиб 17-летний пассажир. Анна Каменева, Даниэль Косаковский, подробности, телеканал Интер. Только за последние несколько дней полицейские в Украине несколько раз устраивали погони, которые заканчивались авариями. В этот понедельник в Харькове водитель в результате преследования врезался в столб и погиб на месте. Пассажир попал в больницу в тяжелом состоянии. Оба оказались пьяны. В тот же день в Днепропетровске три патрульных экипажа преследовали нетрезвых нарушителей до выезда из города. Автомобиль мчал со скоростью 150 км в час. Задержать нарушителей удалось без стрельбы. А вот на минувшей неделе сами полицейские в Мукачеве сбили мотоциклиста. Пожилой водитель попал на больничную койку с переломом ноги и ушибом ключицы. Правоохранители, видимо, его просто не заметили, когда поворачивали на заправку. Полиция попала в аварию и в Одессе. Патрульные двигались на огромной скорости с мигалками и сиреной, но им не уступили дорогу. У машины полицейских оторвался бампер. В этом ДТП никто не пострадал. Побег из прокуратуры. В Ривненской области полицейский, бывший начальник районного отделения ГАИ, сбежал прямо во время объявления ему подозрения в совершении уголовного преступления. Как сообщили на брифинге в облпрокуратуре, полицейского подозревают в избиении водителя. Но в момент вручения ему процессуальных документов он просто развернулся и выбежал из кабинета, а затем и из здания прокуратуры. Почему подозреваемого не задержали? Вот как нам это пояснили в прокуратуре. Это физически неможливо, я вам скажу, потому что эта особа, он достаточно физически разверненный, под 2 метра ростом. А следователь не очень высокий человек. То есть он лишь словами говорил, что вы не имеете права покидать место, остановиться. Однако он не реагировал. И мы теперь будем обратиться к суду с метою установления места находения этой особи и приводить его в суд. Сотрудничество с МВФ на грани срыва безвизовый режим в неясной перспективе. Такие заявления все чаще звучат от европейских партнеров нашей страны. По их мнению, главная причина – это коррупция во власти. Исчерпало ли правительство свой кредит доверия? Разбирались наши корреспонденты. С такой уверенностью главный финансист страны в парламенте обещала – деньги от АВФ будут. В то время прошел месяц, но оптимизма явно поубавилась. Почти каждый день фонд настойчиво напоминает о реформах и о борьбе с коррупцией. И денег не дает. Эксперты говорят, шансов получить кредит от МВФ становится все меньше. Одна из причин – политическая нестабильность. Но главная помеха – коррупция. Она процветает практически во всех отраслях. Например, решение Кабмина реализовать арестованное имущество проблемных банков через систему электронных торгов Минюста только усложняет процесс возврата денег вкладчикам. Правительство снова пытается построить новые коррупционные схемы, подминая под себя рынок, говорят эксперты. Нет ответа и на вопрос, куда подевались киотские миллионы. Этот скандал тянется еще со времен правительства Азарова. Но полмиллиарда гривен раздеребанили через подставные фирмы уже при этом правительстве. В итоге пример показательный на заседании Кабмина уволил исполняющего обязанности министра экологии Сергея Курыкина. Я виношу на уряд решение про освободление займаної посади выполняющего обязанности министра экологии и природных ресурсов. По-друге, освободление соответствующих посадовых людей, которые визначены в акте. Третье, освободление руководителя государственного предприятия. Еще за неделю до этих событий детективами и аналитиками антикоррупционного бюро уже было распочато криминальное проведение за фактами, которые озвучил премьер-министр. Это была аналитичная разработка наших работников, которые внесли видимость до единого регистра досадовых расследований и начали проводить это расследование. На разе отрывают следующие идеи. Он, как руководитель правительства, полностью и всеценно отвечает за положение дел в кабинете министра. То есть, если он не в состоянии контролировать, он должен положить заявление на стол, расписаться в собственной неспособности. Из-за неутихающих коррупционных скандалов под угрозой и безвизовый режим. ЕС может не засчитать закон об электронном декларировании. Брюссель не устраивает то, что заложено информацию уголовной ответственность чиновникам. Коррозит только со следующего года. А пока этой нормы нет, которую якобы случайно исправили в правительственном документе, национальное агентство по противодействию коррупции тоже не могут создать. А это одно из главных требований Евросоюза. Три безвизовых закона, за которые парламент проголосовал 18 февраля, сегодня подписал президент Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Законы, которые необходимы для введения безвизового режима с Евросоюзом, ужесточают борьбу с коррупцией. А вот изменения в закон об электронном декларировании еще согласовывают с Европейской комиссией. Как только они будут подготовлены, Петр Порошенко передаст документ на голосование в парламент. Правительственный кризис в Украине – это огромный риск для страны, поэтому реформы нужно проводить усиленно и быстро. В этом убежден министр иностранных дел Литвы Лина Слинкевич. По его словам, международное сообщество устало говорить Киеву о необходимости борьбы с коррупцией. Если сейчас ее не испоренить, не провести судебную реформу и реформу прокуратуры, Украину ждет усугубление ситуации и откат к предыдущей системе. «Может, есть какие-то там улучшения, нюансы, но все-таки мы не видим безвозвратности процесса, не видим еще того, что мы можем бы назвать, чтобы стабилизация ситуации. Этого нет. Трудно проводить решительные и острые какие-то реформы, но все-таки никто за Украину этого не сделает. Время-время не ждет. И нужна ответственность, так и для руководства страны, так и у тех лиц, которые все еще ставят свои личные интересы выше интересов государства». Менеджмент крупнейшего нефтедобытчика страны Укрнафты незаконно вывел из компании 3,5 миллиарда гривен. Об этом заявляет нардеп от самопомощи Виктория Вальциская. По ее словам, речь идет об авансе за реализацию нефтепродуктов на АЗС. Более того, напомню, еще с прошлого года тянется скандал из-за неуплаты Укрнафта и налогов. По данным экспертам, компания задолжала в бюджет в общей сложности почти 10 миллиардов гривен. Хроники пикирующей экономики Украины в пятерке самых нищих стран мира по версии агентства Bloomberg. Что будет с ценами в этом году и какой курс доллара, прогнозируют эксперты, узнавали наши корреспонденты. «На рынке нету людей вообще». Геннадий Леонидович на рынке работает не первый год. Говорит, чтобы хоть что-то продать, наценку он делает минимальную, но даже этим покупателей особо не заманишь. Пенсии не растут, а цены растут. Приходится пока приспосабливаться или выбирать что-то подешевле. На уровне на две. Ужасно, ужасно. Как можно реагировать и что можно сделать, если пенсию 1300 получил и 1000 отдать только за отопление? А как можно дальше жить? В прошлом году официальный показатель инфляции склал где-то 45%. Значной мировой это было связано с глубокой девалюацией. Она в новом году фактически вдвече склала. И это неминучше производило до такого стрибка. Зрастание цены. Как будет в этом году, так же во многом зависит от цифр в обменниках. В госбюджете на этот год курс гривни 24 за доллар. Но с начала года тенденция неутешительная. Падение нацвалюты продолжилось и в последние две недели. Вот уже третий день официальный курс Нацбанка более 27 гривен 20 копеек за доллар. В то же время, согласно последнему рейтингу агентства Bloomberg, экономика Украины в пятерке самых несчастных в мире. В компании с Венесуэлой, Аргентиной, Южной Африкой и Грецией. Прогноз на этот год для Украины неутешительный. Рост безработицы на уровне почти 8%. А рост потребительских цен на 152%. То, что мы видим на валютном рынке, ну видите, что каждый день курс растет. В Украине как? Сначала растет курс, потом где-то, начиная через три месяца растут цены, через полгода мы курс догоняем. Так что, понимаете, вот сейчас, грубо говоря, если сейчас, ну, в ближайшие месяцы, может, цена там вырасти на какие-то продукты, товары там на 2-3%, то летом будет на все 20%. Девальвация и неясность с выделением третьего транша МВФ влияет и на инвестиционную привлекательность страны. Согласно рейтингу одного из украинских агентств, индекс настроений зарубежных инвесторов относительно вложений в Украину по итогам января снизился. Не добавляет оптимизма, говорят международные эксперты, и политическая нестабильность. Главное беспокойство сейчас, что хребня падает. И причина это из-за того, что правительства нет. Надо как быстрее организовать правительство. И тогда Украина получит 4 миллиарда долларов немедленно от МВФ США и Европейского Союза. Но если донор не знает, кто руководит Украину, конечно, не могут дать деньги. На запорожском рынке также то и дело говорят о кредитах и валюте. И оптимизмом люди похвастаться не могут. Если прогнозы идут на то, что доллар будет 40, какие будут перспективы? Какая может быть перспектива? Никакой, абсолютно. Ноль полнейший. Ноль целых, ноль десятых. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности, телеканал Интер. Отгородиться от стремительно беднейшей Украины стеной собирается Польша. С такой инициативой выступила организация «Национальное движение». Там опасаются, что именно украинская граница станет каналом переброски нелегальных мигрантов. И якобы единственный способ этого избежать – возвести стену. Представители движения даже подсчитали, польскому бюджету проект обойдется в 225 миллионов злотых. Это около 57 миллионов долларов. Радушные перспективы выйти за рамки евросанкции. В начале недели появилась информация со ссылкой на собственные источники, что Евросоюз намерен продлить на год ограничения в отношении Януковича и 15 его соратников. Но из этого списка может исчезнуть Раиса Богатырева. Вчера брюссельский журналист подтвердил эти слухи, опубликовав пост со ссылкой на европейских дипломатов из Совета ЕС. По телефону нам рассказал, что якобы есть информация, что Богатырева уже вернула деньги, украденные у государства. Так ли это? И возможно ли, что уже в марте экс-министр выйдет из-под санкций? София Гордиенко об этом подробнее. Каждый рабочий день после полуденного брифинга сотрудники пресс-службы Еврокомиссии могут не под запись ответить на вопросы журналистов или поделиться грядущими новостями. О том, что из санкционного списка, исключая Траису Богатыреву, рассказали как раз в таких кулуарных беседах. Больше никаких разъяснений. По словам эксперта, продление или приостановление санкций зависит целиком от украинской стороны. Есть нужны серьезные доказательства от украинской стороны для продления санкций. Что касается Богатыревой, я не знаю деталей, но были прецеденты с Грузией, когда европейские санкции против грузинских олигархов отменяли после того, как те возвращали огромные суммы государству. Богатырева украинский суд арестовал заочно, объявил в розыске, ее обвиняют в растрате и хищении государственных средств в бытность министром здравоохранения. Напомню, один из известных фактов – это закупка вакцин, которые изначально были запрещены к распространению. К тому же фирма ее сына регулярно выигрывала практически все тендеры на закупку дорогих лекарств. Казна потеряла десятки миллионов гривен. Мы знаем, какая ситуация в Украине с верховенством права и что творится с генпрокуратурой. Неудивительно, что не было серьезного стопроцентного намерения работать с доказательной базой. В генпрокуратуре Украины новости о том, что Богатыревы могут исключить из санкционного списка, удивились. Ждут решения глав МИДа в ЕС на следующей неделе. Сообщить, предоставили или нет Еврокомиссии Совету Европы доказательства виновности госпожи Богатыревой в коррупции в пресс-службе Генпрокуратуры Украины тоже не смогли. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интербрюссель. На работу с ветерком. Издание «Страна Юэй» утверждает, что секретарь СНБО Александр Турчинов добирается на работу в кортеже. Для него специально перекрывают движение и переключают светофоры. По словам журналистов, для того, чтобы глава СНБО не стоял в пробках, для него даже дорожную разметку поменяли. А к подъезду его дома теперь ведет отдельная огражденная дорога. Издание опубликовало вот это видео. Живет Турчинов в Киеве в элитном комплексе «Альпийский» на Протасовом Яру, а работает на Печерске. Обеспечивают пресс чиновника полиция и госохрана. Мы отправили запросы в оба этих ведомства, но пока информацию эту не подтвердили, но и не опровергли. Экономия на переселенцах. Минсус политики остановил выплаты 350 тысячам человек, которые, якобы проживая на оккупированной территории, оформили документы переселенцев. В списке мошенников оказались непричастные к махинациям. Инвалиды, пенсионеры и матери-одиночки. Вот одна из таких историй. Наташа – сирота и инвалид второй группы. Диагноз – умственная отсталость. Большую часть жизни провела в интернате Донецкой области. Жила так, не очень. Хотела сильно учиться в школе. В 2011-м Наташа стала известна на всю Украину и за рубежом. Тогда газета «Санди Таймс» опубликовала скандальное расследование о том, как в интернате Тереза детей морили голодом. Наташа – одна из пострадавших. Дети, которые в скелетах, лежащие на кроватях, на голых сетках. Наташа голодала тоже. Наташу тоже тогда использовали как раб силу. Волонтеры забрали девушку в социальную деревню в Макеевку. Там она даже закончила школу. С началом военного конфликта летом 2014-го социальная деревня переехала в Днепропетровскую область. Здесь, в Новомосковске, девушка родила сына. Ему полгода. С таким диагнозом, как у Наташи, на работу не берут. Жила за счет пенсии по инвалидности и переселенческих выплат. Оформляла пособия матери-одиночки. Но вчера в местном Собезе ошарашили. Вы выезжали за Украину в Макеевку? Я говорю, нет, я не выезжала. Прошли списки, что вы в списке, что вы выезжали. Мы вам выплаты закрыли. Как Наталья попала в черные списки Минсоцполитики, объяснить трудно. Она даже пропуск в АТО не оформляла. Десятки свидетелей подтвердят, не выезжала. Но словам чиновники не верят, требуют доказательств. Попросили вчера акт от депутата улицы, справку, которая с места работы у инвалидов второй группы. Она никогда не работала. У нее психиатрический диагноз. Вместе с женщиной и ее сыном едем в местное управление соцзащиты. Сотрудники тоже не могут объяснить, по какому принципу составлялись списки, которые им прислали из Киева. Только по Новомосковскому району почти 300 человек. Она есть на данный момент в этом списке, поэтому темчасово выплата призупинена. Документы у Наташи принимают, но когда разблокируют выплаты, не говорят. Глава Минсоцполитики утверждает, ошибки должны исправлять за 5 минут. И не понимает, почему ему не верят. Просто нужно в управлении соцзащиты физически появиться и подтвердить документы, которые у каждого вымешанного переселенца есть. Они есть. Это займет 5 минут. Все. Подождите, слушайте внимательно. Для неработающей матери-одиночки, инвалида, даже месяц задержки соцпомощи уже катастрофа. А в волонтерских организациях утверждают, только с начала недели получили десятки обращений от переселенцев, которых безосновательно заподозрили в мошенничестве. Наталья Гришенко, Татьяна Винникова, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер. Вы смотрите подробности. И вот, что у нас во второй части. Трагедия в центре столицы. Что стало причиной обрушения здания в Киеве? И сколько человек остаются под завалами? Тренды 21 века. Антитеррористические диваны и грядки марихуаны. Кто покупатель? В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого рухнул дом. Под завалами оказались люди. Сейчас там на месте находится мой коллега Егор Логинов. Он с нами на прямой связи. Егор, здравствуй. Скажи, сколько человек уже удалось спасти и сколько еще остаются под завалами? Добрый вечер, Наталья. Конечно, если в этой ситуации его можно назвать добрым. Работы по спасению людей, которые оказались под завалами, не прекращаются ни на минуту. Задействовано около 300 человек личного состава и около 30 единиц техники. Регулярно объявляются так называемые минуты тишины, чтобы спасатели могли услышать людей, которые остались под завалами. На данный момент уже 5 человек достались под завалов. Все они живы, но находятся в тяжелом состоянии. По последней информации, в 17-й больнице. Это уже пятый, который доставлено до ликувального заклада. Все люди, которые доставлены до ликувального заклада, они живы. Скажи, у нас на церкви шостный? Сейчас работаем над шостным, да. Да, нам удалось поговорить с людьми, с местными жителями, которые живут в доме, который примыкает к дому, в котором случилась трагедия. Они рассказали, что ремонтные работы здесь ведутся довольно давно. Кроме того, кроме строителей, которые ведут эти ремонтные работы, там еще часто ночевали бездомные, которые тоже теоретически могут оказаться под завалами. Оно бахнуло, и все облако дыма было вот здесь везде. Перекрытия в этом доме были деревянные. И так как они были деревянные, все время текла вода, наполнились они водой. Вот это вот обрушение из-за того, что утяжелило эти перекрытия. Ребята, которые приехали из Западной Украины, делали бедную ремонтку, которую хотели заработать. И, к сожалению, тоже они там и жили. Ситуацию уже прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил о том, что в Киевской городской прокуратуре открыли криминальное производство по статье нарушения правил охраны труда, что привело к тяжелым последствиям. Сейчас мы полностью поднимаем документы, узнаем, кто хозяин здания, какие работы там проводились. И после этого только сможем уже более конкретно дать более четкую информацию. Ну что ж, Наталья, мы продолжаем оставаться на месте событий и следить за спасательными работами. Спасибо, Егор. Егор Логинов об обрушении здания в центре Киева. Большая чистка. В Тернопольской области детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники СБУ провели обыски сразу в нескольких ведомствах управления полицией, областной и городской прокуратуре. Что искали и что нашли, расскажут наши корреспонденты. Тернопольская городская прокуратура. Накануне около пяти часов вечера сюда нагрянули детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники СБУ. Провели в здании семь часов. Вчера, значит, с рабочим визитом я пришел до прокурора места. Віддалее я сидел. Значит, ну и буквально там через хвилин-пять после меня пришли працівники НАБУ. Оголосили, что все повинні залишаться на своем месте. Так, как будет проводиться обшук. Вот. Ну, предъявили ухвалу. Были присутні поняті, проводилась постійно видеозъемка під час обшуку. Вот. И, скажем, по закінчению були складні відповідні протоколи. Ніхі таких гречей не вилучали. Ну, якісь електронні носії інформації. В це же время шли обшуки в областній прокуратурі і в управлінні Нацполіції. Болі ста детективів трусили кабінети руководітелів і їх замов. Одночасно 40 обшуків перевірявся факт вимагання неправомірної вигоди хабаря в народному виразі 12 тисяч доларів від громадянки міста Тернопіль працівниками правоохоронних структур. Натрапили на слід можливих корупційних схем. Обиски закінчились далеко за полночь. Вот, що говорять об цьому в СБУ. От областній прокуратури целий день никаких комментариев. На офіційному сайті ведомства розмістили обращення прокурора Александра Мартынюка к жителям регіона. Из него следует, що людей, фигурантов различних уголовних дел обманывают їх адвокаты. Именно вони склоняють подзащитних давати взятки сотрудникам прокуратуры. І якобы с проверкой именно таких жалоб связаны вчерашні обыски. Вот правда, откуда в кабінете замістителя Мартыненко взялись 50 тисяч доларів, прокурор в обращении умолчал. Следствие продолжається, пока никому із правоохоронителей, которых подозревають в коррупції, не объявили. Ірина Исиченко, Жанна Дучак, Татьяна Винникова, Ірина Романова. Подробности телеканал «Интер». Дело Савченко. Може ли рассчитывать Надежда на суд присяжных? Своё слово сегодня сказал Конституционний суд России. Что там заявили, узнаем у Данила Русакова. Он в Москве. Накануне принесторон в заключительной стадии судебного процесса над Надеждой Савченко. О судьбе её неожиданно вспомнил Конституционний суд. Вернее, сам председатель Валерий Зорькин. По словам чиновника, украинская пленница на присяжных может не рассчитывать. Само решение ликвидировать половое, ну или правовое неравенство судебная инстанция вынесла сегодня. Из Уголовного кодекса вычеркнули дискриминационные положения о запрете женщинам рассчитывать на присяжных заседателей. Но, как сообщил Зорькин, всё это распространяется лишь на тех подозреваемых, дела которых будут переданы в суд не раньше завтрашнего дня. Слушания по существу в деле Надежды Савченко сейчас близятся к завершению. Они проходят в Ростовской области и предполагается, что уже в начале марта будет вынесен приговор. Прежде всего, я это связываю с окончанием суда по делу Надежды Савченко. Конституционный суд таким образом пытается произвести темпинг политических переговоров по освобождению Надежды Савченко. Сама надежда на это пойти не может, потому что она не только мне собирается обжаловать приговор, который вот-вот должны скоро вынести, но и в принципе любое затягивание процесса переговорного нахождения здесь в России для меня очень болезненно. Пункт, лишающий женщин право на суд присяжных, из Уголовного кодекса исключили несколько лет назад. Именно тогда в районных судах перестали рассматривать статьи, предусматривающие пожизненное лишение свободы. По местным законам находиться за решеткой до конца своих дней могут только мужчины. Максимальное наказание для лиц женского пола 25 лет. Какой срок определит суд в деле украинской пленницы, станет ясно уже очень скоро. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. После двухдневных боев напряжение в районе Донецкого аэропорта снизилось. Сегодня днем со стороны врага лишь одиночные выстрелы. Все подробности из зоны АТО расскажет Геннадий Вивденко. Отвечаем, если лезут стрелковые, вот больше, теперь ПС-7 и ПКМ. Мы отвечаем только в крайнем выпадке. И то с дозволу свыше. В крайнем, крайнем выпадке. А так мы, мол, чего, дивимся, наблюдаем его. Бойцы говорят, в последние дни боевики не только ведут огонь по украинским траншеям, но и стрелять по позициям друг друга жилым кварталом Донецка. Сегодня днем лишь единичные выстрелы с той стороны. Стрелка дня, когда-никогда, ну, по нашим меркам, это, я считаю, что это спокойная обстановка. На счастье не было, на счастье не было, втрат. Все следуют за собою, то есть, сейчас снова прошел дождь, и теперь самый больший враг стал Погнюка. Между тем, двигаться по окопам в Песках приходится все же, как всегда, быстро и пригибаясь. Сейчас противник ведет себя достаточно тихо, но пригибаться все равно приходится, потому что все равно обнаружили работу снайпера. Надо вести светошечное осторожное, особо не усовываться из траншей. Ребята рассказывают о новой выдумке боевиков, переделанные ручные гранатометы для стрельбы минами 82-го калибра. Сюрпризы такие ребята начали на позициях. Его слышно, конечно, все, но он более мобильный, нежели сам миномет. На соседних улицах прямо за передовой бойцы налаживают электроснабжение для местных жителей. Раньше они пользовались генератором у военных. Теперь впервые за полтора года войны в Песках появится центральное энергообеспечение. Нам тут хоть мобилку зарядить, да, лампочку одну включить, экономку, и все, нам больше ничего не надо. Сейчас и подключаем. Сейчас тут и на линию. И все. А потом рубильник центральный, и будет свет. Жителей в некогда элитном поселке теперь можно пересчитать по пальцам. Вместе с тем восстановить электричество удастся не всем. На других улицах для этого надо проводить капитальный ремонт. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. В Херсоне судят псевдоволонтера Николая Русавского. Представляясь волонтером, он брал деньги у родных бойцов взамену, обещая их освобождение. В чем еще обвиняют мошенника и как прошло первое судебное заседание, расскажет Кирилл Ющишин. Николая Русавского поймали в Киеве сами волонтеры. Как оказалось, он около года числился в розыске. Спустя два месяца после задержания херсонская прокуратура передает дело в суд. Псевдоволонтера обвиняют в частности в том, что присваивал деньги, собранные якобы на покупку необходимого для АТО. Он приносил оптику, показывал, ну потом еще и сам предложил отправить. Камуфляж я заказала вдогонку, там термобиле было. В общем, как потом оценили, то это получилось вместе с тем где-то около 7 тысяч. Кого на 7 тысяч гривен, кого на 10, общая сумма украденных волонтерских денег достигает 800 тысяч. Мало того, Русавский, по словам волонтеров, якобы сотрудничал с террористами. Вот, например, в интернете появилось удостоверение личности, выданное боевиками так называемой ДНР на имя Золотаренко. Так представлялся Русавский. От боевиков он якобы получал информацию о пленных и убитых. Далее вымогал деньги у родных, обещая освобождение бойцов из плена. Хотя точно знал, этих людей уже нет в живых. аферист, это прокладка, которая была очень выгодна и ДНР и нашим украинским коррупционерам и хабарникам, которые получали деньги за вызвание полонтера. Правда, пока прокуратура истории с вымогательством денег не расследовала. У нас то, что были заявления, других заявлений у нас нет. Сам Русавский уверяет, не виновен. Деньги ни у кого не вымогал. Что же касается амуниции, то ее продавал не лично он, а фирма. И судиться нужно с ней в хозяйственном суде. Прекратились поставки моему предприятию. И, соответственно, мы не могли выполнить договорные условия. Я вам еще раз акцентирую внимание, что договорные условия, потому что с каждым из потерпевших заключался договор на поставку. Пострадавшие, говорят, никаких договоров не было. Деньги брал лично Русавский. Свои аргументы они готовы были сегодня изложить в суде. Но до рассмотрения дела по сути не дошли. Заседание перенесли. Я считаю, что это умеет затягивание с правой. Знаете, есть резонанс в общественном суде. А немного, немного он повредит. Люди взять измору. Следующее заседание запланировано на 10 марта. Волонтеры и обманутые херсонцы надеются, что следователи все же изучат и другие эпизоды мошенничества. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности, телеканал Интер, Херсон. Женщины против террористов исламского государства в курдских военных подразделениях наравне с мужчинами воюют девушки. Тренировочные лагеря находятся в Ираке и Сирии. Как они решились взять в руки оружие? Эксклюзивный репортаж Вениамина Трубачева. Он побывал в засекреченном лагере курдского ополчения. Это девушка-снайпер. Совсем недавно ей исполнилось 18, но она уже умело обращается с винтовкой. Вместе с боевыми подругами стреляет по позициям террористов ИГИЛ. А эти женщины хорошо изучили карту боевых действий и корректируют огонь по боевикам исламского государства. Сейчас по рации передают данные для пилотов. Удары с воздуха нам очень помогают. Мы передаем данные, самолеты быстро прилетают и сбрасывают бомбы, после чего мы проводим зачистки территории. На передовой женщины сражаются наравне с мужчинами. Для них не делают поблажек, да и сами девушки рвутся в бой. Именно на этой военной базе живут женщины. Это секретные объекты и снимать нам здесь разрешили только с условием, что мы не будем рассказывать, где именно он находится и не будем показывать лица некоторых командиров. Единственная открытая информация это то, что этот лагерь построен в горах. Попасть на эту территорию можно только по спецпропуску, но девушки на блокпосту все равно внимательно проверяют каждую машину. В нашем подразделении есть женщины с трагической судьбой. У кого-то террористы обезглавили брата, у кого-то убили мужа. И после этого они решили взять в руки оружие. Одна из самых опытных бойцов мужда Саед. Женщина воюет против террористов ИГИЛ уже более двух лет и постоянно на передовой. Однажды рядом со мной взорвалась мина. Я упала, а когда обернулась, увидела, что осколками убила мою подругу. Она была командиром нашего подразделения. Вот фотография погибшей. Героев, которые отдали жизнь за свою родину, в этих краях умеют чтить. Вот так выглядит женская казарма. Мужчины здесь бывают крайне редко. На входе вооруженная охрана. В этих комнатах отдыхают девушки после тренировок и боевых заданий. А на стенах установлены плакаты с описанием разных видов вооружений. Вот, например, инструкция, как правильно стрелять с минометов. Эта женщина скрывает лицо. Все ее родственники живут в поселке, который контролирует ИГИЛ. И если террористы узнают, что она воюет против них, всю семью убьют. Мой город ИГИЛовцы уничтожил практически полностью. Но там еще остаются люди, в том числе и мои близкие. Я буду воевать, пока не освобожу родной дом от этой нечисти. Собрать и разобрать автомат девушки могут с закрытыми глазами. С оружием здесь не расстаются. В Ираке более 5000 курдских оболченок. В Сирии еще столько же. Получается, с терроризмом борется целая женская армия. Вениамин Трубачев и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер из Ирака и Сирии. В Лос-Анджелес оделся в Алле. На Голливудском бульваре начали расстилать знаменитую красную дорожку. А значит стартует отсчет времени до самой церемонии. За всеми событиями там следит мой коллега Дмитрий Анопченко. И он с нами на прямой связи. Дима, добрый, доброе утро. Расскажи, готов ли Голливуд узнать правду о самых лучших в этом году? Ну, на самом деле готов, готов полностью. И вот помнишь знаменитый сериал, в котором все время говорили зима близко. Вот тут в эти дни все говорят Оскар, Оскар близко. И до него действительно остается буквально несколько дней только потому, что начали стелить знаменитую красную ковровую дорожку и это практически прямой отсчет до начала церемонии. Ну, так повелось уже 88 лет. Я предлагаю зрителям сейчас увидеть, как это происходит. Действительно очень яркое зрелище. Я который год за ним наблюдаю, но все равно интересно и все равно хочется на это смотреть. Дело в том, что огромные рулоны весят более пяти тонн. Двое суток днем и ночью голливудская коровая команда не покладая рук будет этот ковер расстелать две с половиной тысячи квадратных метров нужно застелить. Ну, и самое главное не оставить ни одного стыка, чтобы голливудские дамы и актрисы, которые выйдут на красную дорожку, не дай бог каблуком не зацепились и не растянулись на глазах у сотен миллионов зрителей. Ну, и есть еще один секрет. Все эти годы, ну, только представьте, 80 лет голливудскую красную дорожку делают на одной маленькой фабрике в глубинке американской и там есть свой секрет, секрет краски. Он запатентован и он засекречен. Дело в том, что эта краска должна выглядеть одинаково, одинаково ярко-алой и под софитами и под ярким солнцем. Когда смотришь невооруженным глазом, то видно, что голливудский ковер, он, ну, практически малиновый, а вот под софитами во время знаменитой трансляции он будет ярко-алым. Дело в том, что не все на этот ковер сегодня выйдут, но вот мы вчера во время включения говорили, что многие голливудские актеры, темнокожие актеры отказываются и говорят, что будут бойкотировать в этом году церемонию, но вот неожиданно в этот раз к бойкоту подключились и люди, которые занимаются трюками. Более того, они организовали пикет киноакадемии, ну, вот посмотрите, как это все происходило, шутили в Голливуде, и слава богу, что не с пиротехническими средствами и не с конями вышли туда каскадеры. Каскадеры искренне обижены, говорят, ну, 88 лет вручают премию. Почему? Для художника-постановщика есть Оскар, для музыканта есть Оскар, для композитора, для художника по костюмам, ну, не говоря уже о режиссерах, а для каскадеров Оскара нет. Так что обиделись, расстроились, ну, и вот даже в дни Оскара вышли с пикетом. Вот такие новости к этой минуте. Дима, а что-то известно о фильме про Майдан «Зима в огне»? На самом деле к нему огромное внимание, ну, скажу искренне, когда откуда-то включаешься из-за рубежа, то украинские журналисты часто говорят комплиментарно о чем-то украинском, ну, только потому, что это наше, свое, родное. Но в этот раз абсолютно без комплиментов, абсолютно без преувеличения можно сказать, что к этому фильму огромный, грандиозный интерес. Ну, и судить о нем хотя бы можно. Вот, посмотрите, кадры презентации в рамках «Оскар-вик» прошла презентация фильмов, которые в этом году претендуют на «Оскар», которые в номинации, в частности, фильма «Зима в огне». И к украинскому режиссеру Евгению Финьевскому просто очередь выстроилась для того, чтобы пообщаться, задать вопросы, расспросить и о фильме, расспросить и о Майдане, расспросить и об Украине. Неофициально мне говорят, что тут на победу этого фильма даже ставки начали принимать. Ну, а выступая на этой презентации, режиссер сказал слова, повторил главный месседж, который он и нам накануне сказал в интервью. Он пояснил, почему Майдан, почему Украина, почему его фильм так близки и не только американцам. Вот, послушайте. История Майдана близка любому человеку в мире, американцам, европейцам, тем, кто на Ближнем Востоке пережил арабскую весну. Наши отцы-основатели боролись за те же права, за ту же демократию и свободу. Ну, и на самом деле, в этом объяснение, почему не только фильм про Майдан тут, в Голливуде, так интересен, почему, в принципе, Америка является самым главным партнером Украины, почему так поддерживают нашу страну. Потому что вся история Америки это борьба за свободу. И то, что происходило в нашей стране два года назад очень близко американцам. Наташа. Спасибо, Дима. Оскар is coming. Дмитрий Анопченко был с нами на связи из Лос-Анджелеса. Следите за развитием событий на нашем сайте Подробности.ua. Я желаю вам хороших новостей и прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова